Здравствуйте! С вами программа «День города». Смотрите выпуски. Пошло на спад. Рекордных отметок Рязанской плаводии не достигло. Итоги сезона. Об изобретениях Рязанского театра драмы и анонсах на празднике рассказал Семен Гречко. С легкой руки воздухоплавателя Льва Маври на половодии в нашем городе называют Рязанским морем. АК выходит из берегов и создает прекрасный вид полюбоваться, которым люди приезжают специально. В этом году разлив набирал обороты стремительно, однако с сегодняшнего дня уровень воды в реке АК пошел на спад. Минус 4 сантиметра за сутки зафиксировал Рязанский гидромедцентр. В период половодья заокская коростовая шумошь затапливает настолько, что жители сел себя чувствуют, как в Венеции. На лодках и катерах местные жители добираются до суши во времена разлива ежегодно. Эвакуация населения не требуется, рассказывают в МЧС. Вопрос с продуктами в магазинах решен. Их доставляют по воде раз в неделю. Ограждение и запрещающие знаки. Движение машин по мостам перекрыто. Организованный общественный транспорт. Еще неделю назад в рейс выехал плавающий пассажирский транспортер. Одновременно он может перевозить сразу 40 человек. 11 участков дорог и 10 мостов затопило в этом году из-за половодья. Вся информация отражена на специальной карте. Данные на ней обновляются ежедневно. Так жители региона могут следить за ходом половодья и планировать свой маршрут, исходя из информации. За сутки уровень воды в реке Оке снизился на 4 сантиметра в черте города Рязани. Сейчас он составляет 594 сантиметра. А вот вблизи села Старая Рязань уровень воды в Оке наоборот повысился на 15 сантиметров и составляет 653 сантиметра. В районе города Касимово уровень воды в Оке поднялся на 23 сантиметра и составляет 535 сантиметров. В Мокше уровень воды понизился на 5 сантиметров и составляет 633 сантиметра. По словам синоптиков, этот паводок один из самых сильных за последние годы. Причин для этого сразу несколько. Большое количество плотного снежного покрова и резкое потепление в апреле. Пока одни вынуждены добираться до суши на водном транспортере, другие наоборот наслаждаются последствиями паводка. По традиции на время половодья лесопарк превращается в место для водных прогулок. Причем сапсерфинг здесь уже стал излюбленным апрельским времяпрепровождением и взрослых, и детей. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанские волонтеры регулярно ездят на зону соприкосновения, чтобы передать необходимую гуманитарную помощь. Кстати, исчисляется она уже не килограммами, а тоннами. Звуки прилетов и отлетов там слышно постоянно, притом, я думаю, в любых точках города. И люди очень такие, уже как бы спокойные, привыкшие к этому. Мы приехали, то есть мы очень насторожились когда-то прилеты, непривычно, казалось бы. Но потом тоже, к концу второй недели уже было все равно на то, что там происходит. Ну, стреляют и стреляют. С волонтерской миссией Роман Кондрашов ездил дважды. Первый раз в Донецк, второй в Луганск. Оба раза на две недели. Говорит, в первый раз даже не планировал. Позвонили, предложили, он и согласился. Тем более, что тревожный чемоданчик уже собран. Отрезанив в Донецк поехали двое. Роман Кондрашов и Мария Пудовкина. Всего же со всех регионов было больше 30 волонтеров. Работали ребята в госпитале. Наша задача была сделать, первопринять его, чтобы с ним все было хорошо, вызвать нужного нам врача в зависимости от травмы. И самое простое и первое, что мы делали, это снять одежду. Если человек ранен куда-то, то это очень большая сложность, потому что нельзя, допустим, если он ранен в руку, снять, очень тяжело снять, например, куртку, потому что уже холодно было достаточно. То есть приходится резать, а где-то же нажимаешь, попадаешь на рану, то есть бойцу больно. То есть такое не самое приятное зрелище. О том, какая именно гуманитарка необходима бойцам, Роман ответил просто любая. Ведь ценится все, даже элементарные шлепки. У нас есть народный фронт, куда вот, если начинать с последнего, куда можно прийти, это народный фронт. Штаб Единой России, вот он у нас находится за троном, вот туда тоже можно, насколько я знаю, люди часто приносят. А что принести? Ну, например, одежду какую-то, допустим, там элементарные даже тапочки. Все пригодится, там кто-то приносит сгущенку, тушенку, это тоже, сгущенка, тушенка, конечно, никогда не испортится. Когда следующая поездка, Роман не знает, не загадывает ведь. Первая поездка была спонтанной. Тем не менее, Роман Кондрашов по-прежнему общается с бойцами, с которыми познакомился там, в госпиталях. И через других волонтеров передает им посылки. И говорит, так может сделать каждый, принести гуманитарную помощь в пункты сбора. Мода сезона откроется только в воскресенье, однако уже сейчас на улицу выезжают первые мотоциклисты. Опытные пока только вспоминают, каково оно – управлять железным конем. Однако более отчаянные водители уже начинают лихачить. Сказать, что маневр – это опасный, значит не сказать ничего. Но мотоциклист, которому нет и 14-ти, лихачит так, как не каждый опытный водитель может себе позволить. Благо, говорят, очевидцы обошлось без происшествий. Видео это снято в Рязани три года назад, но лихачей, говорят, в госавтоинспекции меньше не становится. А этого паренька остановили в Борках 10 апреля. Мчался 11-летний подросток на мопеде Дельта. Так как паренька административному наказанию подвергнуть нельзя, ответственность за него понесут родители. Им выдано уведомление о недопущении действий, создающих условия для совершения административного правонарушения. А также возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 7 апреля примерно в 8 часов вечера в поселке Тума Клепиковского района возле дома 110 по улице Ленина произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2114 под управлением 45-летнего местного жителя и мопеда Альфа под управлением 13-летнего жителя поселка Тума. В результате происшествия несовершеннолетний с различными травмами обращался за медицинской помощью. В госавтоинспекции напомнили, что мопедом можно управлять с 16 лет. Это категория М. Мотоциклами категория А с 18. За управление транспортным средством без соответствующей категории штраф 5000 рублей. В прошлом году уже зарегистрировано почти 5000 нарушений на мототранспорте. 32 аварии произошло с участием мотоциклов, 26 на мопеде и 3 на квадроцикле. В этом пока что зарегистрировано 42 нарушения на мототранспорте. День космонавтики любим в нашей стране, и это не случайно. Далекий космос манил к себе, и первые шаги в его освоение сделаны именно нашими соотечественниками. Великий ученый Константин Солковский относится к числу рязанцев, навсегда вписавших имя в историю. В селе Ижевском действует музей его имени с космической тематикой. История музея берет свое начало с 1961 года, когда в космос полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Активисты села написали письмо первому космонавту планеты с приглашением посетить родину основоположника космонавтики. В ответ на письме Гагарин сообщил, что с большим удовольствием прочитал его и обязательно навести Тыжевское, как только будет возможность. После чего было принято решение открыть в селе музей Циолковского. Торжественное открытие состоялось в 1967 году. На мероприятии присутствовал легендарный советский конструктор-специалист в области ракетно-космической техники Владимир Федорович Уткин. А то самое письмо Гагарина стало экспонатом номер один. В 2022 году вся страна и, конечно же, мы отмечаем 165-летие со дня рождения Константина Дуажа Циолковского. Мы также отмечаем 55 лет с момента основания музея на его родине в селе Ижевском. Присутствуют еще дополнительные юбилейные даты. Это 635-летие села Ижевского. Центром экспозиции сегодня является реальный спусковой аппарат. Единственный элемент космического корабля, который возвращается на Землю. Вот в этом самом аппарате наш земляк, единственный космонавт Рязанской области Владимир Аксенов, который был бортинженером космического корабля «Союз-22» и командир корабля Валерий Быковский, в 1973 году вернулись на Землю с орбиты. А в 1980-м аппарат передали музею в Ижевском. Когда нужно вернуться, космонавты через люк заплывают, садятся в ложементы, специальные кресла, которые делаются точно по фигуре для каждого индивидуально. И если космонавт прилетает на одном корабле, а возвращается из космоса на другом, то свой ложемент он переставляет на тот корабль, на котором возвращается. Это делается для того, чтобы при спуске с орбиты легче переносились перегрузки. Пристегиваются ремнями космонавты. Сидят они там, прижав руки, ноги, головы к телу, так называемый позе эмбриона. И происходит спуск. От полной расстыковки до приземления проходит порядка 40 минут. Некоторая часть спуска космонавты проводят в огне. Слетит большой огненный шар. Температура за бортом до полутора тысяч градусов доходит. Поэтому обшивка корабля сгорает. Когда огонь гаснет, отстреливается специальный парашют. Он тормозит скорость спускаемого аппарата. Помогают смягчить удар аппараты о землю, также двигатели мягкой посадки. В этом же зале представлен реальный скафандр Олега Макарова. А в 2017 году мэр города Циолковский подарил музею отработанную соплу первой ракеты, запущенной с космодрома Байконур. Сплавы, из которого изготовлен экспонат, настолько твердые, что МЧС, который приезжал нам, помогал выправлять форму, чтобы придать округлую форму, потому что при падении она смялась вся. Использовали определенные свои инструменты, и эти инструменты сломались. В других залах музея представлены вещи и научные труды самого Константина Циолковского, а также воспроизведена комната его отца, местного лесничего. В селе по сей день сохранилась усадьба Циолковских, где родился Константин Эдуардович. Сейчас идет реконструкция дома, а внутри планируют открыть музей ижевских ремесленников. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В Рязанском театре драмы подводят итоги сезона. Впереди заключительные постановки «Большие гастроли» и спектакли в новом формате. Подробности в следующем материале. Три премьерных постановки и два новых проекта. 236-й сезон в Рязанском театре драмы выдался продуктивным. И хотя сейчас планшет сцены на ремонте, в мае зрителей ждет премьера. В совершенно новом формате. Для зрителей готовят утиную охоту драматурга Александра Вампилова. Режиссером постановки выступит Юрий Песченежский. А пространством для спектакля – декорационный цех. Это тот цех, где расписываются декорации, где пишутся большие задники, где работают художники. И вот там будет спектакль. Под самой крышей театра. Это будет, знаете... Я очень надеюсь, что это будет интересная постановка. И точно она будет интересна зрителю, даже потому, что это как бы театр изнутри. Совсем другое понимание, совсем другое ощущение. Мне кажется, вот это новшество, действительно новшество для нас. У нас не было спектаклей, которые были в необычной обстановке. Еще один рязанский эксклюзив – спектакль «Променад». Проект понравится всем зрителям, которые мечтали попасть в мир за кулисья, рассказывают авторы задумки. Вдохновили создателей на спектакль «Променад» кстати, сами же поклонники театрального искусства. Запрос на экскурсии по театру, рассказывают в драме, появился уже давно. И вот, наконец, идея воплотилась в жизнь. Сегодня у нас есть уже более такой продукт, назовем это так. Этот спектакль был создан совместно с продюсерским центром «Место действия». Люди ходят в наушниках, с ними ходит проводник. Люди поют, люди слушают, люди представляют. Я не хочу раскрывать всего. А еще в драмтеатре теперь есть возможность показывать спектакли для слабослышащих людей. Зал оснастили специальным оборудованием по федеральной программе. Так зрители со слуховыми аппаратами будут воспринимать звук так же четко, как и другие. Такое в Рязани впервые. Оборудование для тех, у кого есть слуховые аппараты, для тех, у кого нарушение слуха. Это государственная программа. В театре пробросили специальную петлю во всем зале. И в любой точке зала можно с оборудованием для слабослышащих смотреть спектакль и слушать полноценный звук. Директор театра драмы Семен Гречко поделился планами на майские праздники и пригласил рязанцев на заключительные спектакли сезона. 2 мая мы будем прощаться с спектаклем «Никто не идеален. Большой формы». И это будет последний спектакль этого сезона «Большой формы». Приходите. Это возможность увидеть спектакль, который больше уже не будет. 3 мая в 19 часов как раз вот тот спектакль, необычный спектакль в декорационном цеху в постановке Юрия Печенежского по пьесе «Вампила. Утиная охота». Точно не разочаруетесь? Полную афишу можно посмотреть на сайте Рязанского театра драмы и выбрать постановку по своему театральному вкусу. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом все новости уходящего дня. С вами была Марина Романюк. До свидания.